И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! И сегодня у меня такая серия, в этой серии, я ее, наверное, сразу скажу вам, ребятки, я ее разобью на две части, в которых мы с вами попутешествуем и рассмотрим самые большие звезды нашей вселенной, ну, по крайней мере, в нашей галактике Млечный Путь. Так, ребятки, короче, в этой серии я вам расскажу про три известные нам звезды. Начнем с самой маленькой и во второй части мы закончим с самой большой, но в этой части мы закончим, конечно же, с средней звезды величины. Так что, ребятки, как только это видео набирает первые 10 лайков, я выкладываю второе видео. Ну что ж, погнали, друзья! И первое путешествие, на котором начнется, в общем, наше с вами путешествие, это звезда Сириус. Да, скажу сразу, ребятки, это звезда, ярчайшая звезда ночного неба. Удалена она от нашего солнца где-то на 8, по-моему, и 6 световых лет. И находится она... Так, сейчас, подождите, я немножко скоро замедлю, чтобы подлететь к ней. И находится она примерно где-то... Сейчас, подожди, давай еще чуть ближе. Находится она в созвездии Большого Пса. Если я не ошибаюсь, вы можете поправить в комментарии, если я вдруг ошибся. Сириус, кстати, шестой по яркости объект на земном небе. Ярче него, наверное, только Солнце, Луна, не знаю, Юпитер, Марс, Венера. Да, это, кстати, смотри, это двойная звезда, то есть у нас есть сама звезда Сириус. Сириус А, и есть у нас еще один белый карлик, Сириус Б. Кстати, он намного меньше, конечно же, своего близнеца. Смотри, диаметр 16 тысяч километров. Так как Сириус А у нас диаметром 2 миллиона 327, 153 тысячи километров. Кстати, я хотел увидеть здесь какие-нибудь экзопланеты, но нет, здесь ничего такого нету. Созвездие таких близняшек, оно здесь обитает в гордом одиночестве, так сказать, да? Давайте пролетим рядом с этой звездой. Давайте, можно даже немножко скорость замедлить. Что можно сказать по, как вам сказать, по величине, если Сириус у нас находился бы на месте нашего Солнца? Наверное, то, что Сириус, наверное, даже бы не дошел бы до орбиты Меркурия. Меркурия, потому что радиус Сириуса у нас 1 190 000 километров, так как расстояние до Меркурия от Солнца 57 910 000 километров. Ну, конечно, на земном небосводе, я думаю, этот бы гигант, или как его назвать, смотрелся бы, да, он, конечно, бы намного ярче нашего Солнца. Так, где у нас двойная... вот он, Сириус B, давайте перелетим к нему, наверное, я думаю. И, наверное, отсюда посмотрим на Сириус... Стой, нет, не так быстро. Посмотрим на Сириус A. Я, по-моему, еще не долетел или нет? Нет, по-моему. Вот он, Сириус B. Давайте сделаем вот так вот, будет проще намного. И посмотрим на его близнеца Сириус A. Ну, конечно, да, он от этой звезды смотрится намного ярче и больше. Да. Вот такие дела, друзья. Так, давайте следующее наше путешествие. У нас еще одна известная звезда. Это звезда Альдебаран. Я думаю, многие знают про эту звезду. Вот она, звезда Альдебаран. Так. Да, что самое удивительное, сегодня у меня такое видео, знаете, двойные звезды, наверное. Двойные, самые огромные, большие звезды вселенной. Да, эта система, кстати, ребятки, тоже является двойной звездой. Так. Давайте вот так вот поближе немножко, я думаю, я вам немножко о ней расскажу. Находится она в созвездии Тельца. Да, это тоже достаточно очень яркий звездный объект, наверное, что ли. Так что его легко найти будет на ночном небе. Из-за его яркости и пространственной отнесенности, что ли, к одному интересному объекту. Это объект пояс Ориона. Я не буду вдаваться подробностей, как его и что искать. Я вам просто немножко вкратце расскажу о нем. Я могу сказать то, что, как и на самом деле ты видишь сейчас вот этот объект. И у этого объекта есть один тоже еще интересный объект. Это, конечно же, его экзо, наверное, скорее всего, как сказать правильно, планета. Это жаркий суб-Юпитер, который ученые на самом деле обнаружили. Это планета Телец А, Б. Давайте перелетим, наверное, к ней. Да, вот, кстати, дата открытия. Ты можешь видеть здесь 2015 год. Это жаркий Юпитер. Я не буду спускаться в плотную атмосферу газового гиганта, потому что, вы знаете, я не люблю спускаться в плотные слои атмосферы газового гиганта, потому что, ну, во-первых, ты провалишься, да, вот как сейчас я, и отсюда ты просто ничего не увидишь. Так, давайте-ка немножко взлетим сейчас. Давайте вот так вот, наверное, да. Ох, смотри, он уже сквозь. Вот, отлично. Вот так практически над атмосферой мы парим и смотрим на наш Аль-де-Баран. Вот такой красавец на нашем небосклоне, я бы так сказал. Конечно, я бы так не сказал, но... Так, давайте немножко увеличим, наверное, время. Отлично. Кстати, расстояние до земли от Аль-де-Барана у нас 65 световых лет, если я не ошибаюсь. Даже можно, наверное, сейчас... Давайте найдем, где у нас земля. И посмотрим, возможно, мы даже увидим отсюда... Нет, мы, наверное, так не увидим. Нет, надо везти, наверное, солнце, скорее всего, я думаю. Давайте везем солнце. Так вот, да. Да, расстояние, как я и говорил, 65 световых лет. Давайте с другой стороны Аль-де-Барана посмотрим, будет ли видна наша звезда. Давайте пролетим побыстрее. Ох, Юпитер жаркий, супер Юпитер, он просто раскален. Так, где наша звезда? Я не пойму, где наше солнце? Так, ну, окей. Увидим ли мы на небосклоне? Да, отсюда, кстати, видна... Видна наша звезда. И посмотри, блин, она кажется такой тусклой, далекой и, блин, я не знаю, безжизненной, что ли, блин, как это правильно назвать, сказать. Так, отлично, сейчас подожди. Давайте вот такой выберем свободный полет, просто посмотрим. Я скажу так, что в течение ближайших двух, где-то приблизительно миллиардов лет, запасы гелия на звезде Аль-де-Баран у нас иссякнут. И звезда просто сбросит газовую оболочку и станет белым карликом. Да, сейчас это, конечно же, оранжевый карлик. Так, а посветимости, кстати, по температуре я не посмотрел. 3950 кельвинов. Ну, это где-то приблизительно 2000 градусов, наверное, 2500 по Цельсию. Наверное, даже больше, а ближе, скорее всего, к 3000 по Цельсию. Если бы Аль-де-Баран у нас находился бы на месте нашей звезды, то он почти бы дошел до орбиты Меркурия. Практически. Так, масса 1,7 солнечных, диаметр 43 солнечных, да. То есть в него могло бы, я так думаю, поместиться 43 наших солнца, наверное, скорее всего. Так, ладно, давайте перейдем к следующему нашему объекту. Не будем здесь мы надолго задерживаться. Это звезда Пистолет. Как ни странно бы это звучало, но тем не менее. Так, Пистол Стар, вот она. Давайте перелетим к ней. Это, ребятки, голубой яркий сверхгигант. Голубая переменная звезда. И она располагается, я вам сразу, друзья, скажу, практически вблизи, вблизи галактического центра. Ну вот, в принципе, мог заметить, да, когда мы только подлетали к ней, здесь был такой яркий свет, наверное, что ли. Яркая такая засветка, практически, да, к центру галактики. Практически. Давайте посмотрим расстояние до солнца. Давайте найдем солнце. Да. 25 340 световых лет. Это расстояние до нашего солнца. То есть от этой звезды мы даже не увидим нашу звезду по имени Солнце. Это просто обалдеть. Так, подожди, диаметр 2, почти 3 астрономические единицы. Да ладно, боже, это просто обалдеть. Температура 11800 по Кельвину. Да, это шик. Что могу вам сказать, друзья? О, боже. Если по радиусу, то радиус у этой звезды где-то примерно, наверное, 212, может даже 200, наверное, 13 ближе, ближе к 213 миллионам километров. Блин. То есть, если так, если поместить, наверное, скорее всего, всего звезду, пистолет в нашу Солнечную систему, на место нашей звезды, то, я думаю, звезда, наверное, практически дошла бы до орбиты Марса. Ты представляешь, насколько она огромная? Я вот не могу даже себе представить это. И, кстати, прикольно, у этой звезды есть, смотри, у нее есть 6 планет. 6 планет, давайте рассмотрим их. Горячий Супер Нептун. Пустынная Супер Терра, Супер Карбония, теплый Нептун. Даже есть теплая Супер Океаническая Аквария, это удивительно. Да, гидросфера полностью состоит из воды. Давай-ка я, наверное, слетаю к горячей пустыне Супер Терры. Вот она, наша Супер Терра. Я думаю, на поверхности, наверное, нам, скорее всего, делать нечего. А вот на Луну этого объекта, в принципе, можно, наверное, будет перелететь. И посмотреть отсюда на звезду-пистолет. Ох, колоссально. Ой, я, кажется, провалился куда-то в текстуры. Бывает, бывает, ничто с этим не сделаешь. Так. Давай, наверное, немножко, можно, в принципе, даже увеличить время. И отправиться в свободный полет. Посмотри, как шикарно это все смотрится, да? Согласись. Это обалденно. И, кстати, ребятки, как говорят ученые, где-то примерно через 1,3 миллиона лет звезда станет, скорее всего, сверхновой. Или даже гиперновой. Подожди, а сколько у нее? Стой. Я хочу посмотреть возраст этой звезды. Кстати, на тех звездах я почему-то... Да, я... Разговорился. Я не посмотрел, сколько возраст... Возраст тех звезд. Возраст этой звезды, я так понимаю, 1 миллион, да, 856 тысяч лет, что ли? Наверное, да, скорее всего, так. И, кстати, ребята, вот эта звезда, Pistol Star, она... Вы не поверите. Она испускает света своего в 10 миллионов раз больше Солнца. То есть, где-то приблизительно, наверное, за 8 минут она испускает столько света, сколько Солнца выпустит за целый год. Представляешь? Это просто капец. Это невообразимо, друзья. Ну что ж, ребятки, давайте, наверное, на этом я свою серию закончу. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписочка на канал, нажимаем колокольчик. И помните, космос бесконечен, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Пока-пока, друзья. Пока.